Здравствуйте, уважаемые друзья! С первым весенним теплом распускает свои молодые зеленые листочки Белоствольная красавица, белая березка, так любимая и воспеваемая на Руси. Береза является кладезем полезных свойств. Почки, листья, веточки и сок, а также сережки, все используется для лечения различных недугов. Это дерево называют деревом жизни. В березе содержится вещество битулин, в нем большое количество серебра. Поэтому средства из березы обладают антимикробными свойствами. Битулин, попадая в кровь, устраняет боль в суставах, сопротивляется появлению злокачественных новообразований, улучшает функцию печени, укрепляет иммунитет. Листочки и почки оказывают желчегонное, а также бактерицидное, антисептическое, противовоспалительное и даже противоцинготное действие. Препаратами из березы издревле лечат авитаминоз, атеросклероз, невроз, ревматизм, экзему, бронхит, малокровие и даже дизентерию. Листочки собирают с начала мая, когда они еще совершенно маленькие, свеженькие и липкие, и до конца июня, в зависимости от потребностей и использований в лечебном сырье. Затем либо заливают в темной таре спиртом и водкой и делают спиртовые настойки, либо высушивают в несолнечных помещениях с хорошей проветриванностью и содержат в дальнейшем в холстяном или любом тряпичном мешке в сухом месте. Спиртовая настойка, приготовленная таким образом, хорошо помогает при пальных коленях и артрите. Используют ее на больные места, натирают, либо же кладут промоченную тряпочку. Сверху накладывают пленку и укутывают шарфом на 2 часа в течение 10 дней. Из березового дегтя делают дегтярное мыло, которое успешно борется с кожными заболеваниями, в том числе с угревой сыпью. Если вы будете умываться таким мылом утром и вечером, ваша кожа обязательно будет чистой. Ну а из сушеных листочков, либо же из свежих, заваривают чаи и лечат любые болезни печени, а также вышеперечисленные недуги типа авитаминоза. Ни одна русская баня не обходится без березового веника. Горячий пар и березовый дух способен вылечить не только тело, но и душу. Банные веники заготавливаются, также в июне присушатся в затененных помещениях. Обязательно запасите и вы себе это полезное лечебное растение на зиму и будьте здоровыми!